Всем привет, с вами Герка, и сегодня мы продолжаем проходить Уфа Afterlight. И сегодня хотелось бы наконец-то наладить контакт с... ну как контакт? Это конечно будет военное вторжение, но все же мы увидим впервые марсиан, а не только их роботов. И как раз таки возможно займем территорию с кристаллами, и сможем производить наконец-таки вот эти вот лазерные пушки. Ну и еще кристаллы нужны нам для производства всепоглотителей и более эффективной войны с ретикуланами, и вот оптического киберприцела. Очень полезный модуль. Существенно повышает точность, при этом не повышая времени прицельным. Так, посмотрим на наших людей. У кого-то, да, вот у Светланы был левелап. Максим силы воли нет. Сноровку. Да, вот сноровку. Так. Ну вот, Гарольду необходимо лечение. Да, в принципе, всем необходимо лечение, поэтому немножечко подождем. Кстати, как там у нас с производством? Для производства некоторых предметов. Так, я хотел... Что я хотел? Вот. Катаны я хотел. Очень-очень сильно. Собственно, давайте произведем вот эти вот штуки. Как раз наши бойцы вылечатся. На планете построена новая станция. Производство завершено. Член вашей команды полностью здоров. Так, катаны готовы уже. Хорошо. Станция улучшается. Осталось 4 станции улучшить, и тут будет относительно безопасно. Член вашей команды полностью здоров. Производство завершено. И вот завершено производство этих маленьких ножичков. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Так. Ну, собственно, да, катана. Да, двуручная. Хоть и держится в одной руке. А вот эта штука явно одноручная. Ну, та же самая катанка, только немножечко по... Выглядит достаточно внушительно. Вот что я хочу сказать. Так, и заканчивается медпрепаратом. Вот так вот мы ситуацию исправим. Похоже, это ударить кулами. Ну, что ж, наш отряд против ретикулан, это... Так. Самое время создать новый отряд против ретикулана. Ну, и давайте я оставлю записи, и потом вы все сами увидите. Вот, собственно, так этот отряд выглядит. Я решил еще немножечко подкачать наших новых бойцов. Ну, а по снаряжению там, в принципе, ничего особенного. Раздал снайперки, чтобы издалека их убивать. Ну, и Дмитрий, как всегда, роботы за неимением более лучшего вооружения оснащены своими старыми орудиями. Ну, и в принципе, мы вылетаем, так как у нас достаточная сопротивляемость среди. Быстренько сейчас с ними разберемся. И вот, как всегда, на ее старую излюбленную позицию. Роботов отправим туда. Так, ну, и сразу же с хода видимых. Идет, пойдет на позицию, а вот. Да, снайперки в руках новичков. Смотрится не так круто, как в руках профессионал. Ну, это, в принципе, и за мной. Идет очень быстро замечает, что там какие-то противники. И они не одни. Но роботы с ними разберутся. А их там много. Так, роботы уже достигли своей цели. Хорошо. Пусть добивают тех, кто уже лег. Так, ну, такой дистанции в голову будет, конечно, сложновато попасть. Роботы займемся этим. Так. Тут ракета. Вроде бы как пролетела мимо, а вроде бы и нет. Ну, сейчас посмотрим. Да, все, отлично, ракета пошла мимо. Ну, и вид разберется с остальными. Отлично, он тоже быстро со всеми разберется. Ну, вот вроде бы как последний противник. Нет. Еще кто-то где-то есть. Давайте его быстренько налдем. Вот, да. Что дальше? Как скажете. Ну, и я сейчас его тоже быстро сниму. Отлично. Да, это был последний. Отлично. Собственно, быстро, без проблем, мы с ними разобрались. И возвращаемся на базу. Открыта новая технология. Станция улучшена. Так, открывается новая технология. Стабилизация с ТЛБ. Так, это какие-то новые модули. Да, вот они. Очень много новых модулей. Акселераторы. Улучшенные акселераторы. Гиростабилизаторы. И улучшенные гиростабилизаторы. Дульные тормозы. И, соответственно, улучшенные дульные тормозы. Ну, в принципе, думаю, что... Хотя нет, они существенно отличаются по времени производства. Да. Ну, пока что оставим их. У нас и так достаточно предметов, чтобы их производить. Надо разобраться с ними. И раздадим его лапу. Так. Очень хотелось бы, в принципе, прицел максить. Поэтому будем сноровку нашим новичкам покачивать. Так. Также новые исследования. Очень тяжелое оружие. Ага. Вот. Вот. Ничего. Значит, нужны билеты. Эти самые стабилизации. Стабилизаторы на тяжелую броню. Где они тут у нас? В спецпедметрах. Вот. Тяжелый стабилизатор. Значит, нам надо исследовать эту технологию. Ну, она простая. Она быстро должна открыться. И... Еще один. Вот. Тяжелый стабилизатор брони произвести. Так. Ну, давайте вот так вот. Химикаты нам пока ни к чему. Член вашей команды полностью здоров. Можно атаковать новую территорию. Так. А марсиане, смотрите. Достаточно неплохо зверлюдей. Убивают. Это радует. Так. Ну и давайте все-таки попробуем выполнить эту миссию. Да, у нас был вот произведен еще один тяжелый боевой скафандр. И он мне показался гораздо выгоднее, чем скафандр жизнеобеспечения. Как в плане защиты, так и функционала. На самом деле тут то ли ошибка в переводе, то ли так что-то. Но он не восполняет утерянное здоровье, а восстанавливает эффект от оглушения. То есть вот серую полоску. Поэтому он не такой уж и выгодный. Так. Ну вот. Собственно. Так мы его экипируем. Что тут еще было? Макетница. Так, а зачем мы второй пулемет в этой стороне? Вот так. И пора бы вылететь на разборку с марсианами. Для этого опять же. Тем, зачем им столько раз создавать новые отряды? Я лучше. Так, ну звера люди с ними не очень выгодно борются. Это у нас против роботов отряд. Экипировать отряд. Так, вот, кастоправые. В принципе, есть у меня одна идейка. Вот так. И можно вылетать. Взрывчатки у нас достаточно, да? На крайний случай есть ракеты. Ну, гарантально. Хотя не помешало бы пару мин взять на всякий случай. Именно динамита они. Поэтому. Так, это вверх. Да. Вот так вот. И вылетаем. Производство завершено. У нас был робот в отряде. Да, у нас был робот в отряде. Поэтому я... Ненамножечко отложу миссию. И... Экипирую робота как силеный. Вот это у нас... Вот так вот будет выглядеть. Ай-яй. Патроны, патроны. Немножечко подождем патроны. Ладно, отложим на следующий день. Можно атаковать новую территорию. Мы заняли новую территорию. На планете построена новая станция. Чужие заняли соседнюю территорию. Член вашей команды... Так, чужие тут занимают территории. Ну, ничего. Рано или поздно. Либо мы их ибим, либо мы сами. Можно атаковать новую территорию. Чужие заняли соседнюю территорию. Так, все. Патронов уже достаточно. Вот так вот. Это уже... Ни много ни мало два пулемета. В одном юните это мощь. Кстати, надо бы его починить. И... Аплос. Вот, теперь он полностью первый уровень. Максимум. Дальше нам необходимо будет исследовать... Некоторые ученые не заняты. Возможно, следует построить новую... Ну, пока что еще недоступно это... И вы подождите. Ну, пока что недоступно крупное улучшение робота. Ну, ничего. Для производства некоторых предметов необходим определить... Так. Вот теперь уже можно вылетать. Станция улучшена. Поехали. Готовься, командир. Так, нам надо уничтожить вот эту штуку. Соответственно, чтобы до нее добраться, нам надо пройти через всю... Марсианскую базу. Так, а где наши ребята? А, вот они. Ну, давайте выходить. Собственно, пока у нас выбора нет, мы идем по единственному возможному маршруту. Нет, это робота. Так, ну, на роботах у нас есть пулемет Гатлинга. Будет очень обидно, если тут не будет марсиан. Против роботов у нас есть свой робот. Попробуем отправить Светлану дальше на развертку. А тут выставим нашу огневую батальюю. Приказывайте. Сделаю, что смогу. Так, а почему лови не может стрелять? Пулеметными патронами роботов. Пулеметная лента роботов. Что не так? Да, видимо, где-то я допустил ромах. Слушаю. Да. Так, скажете. Что? Я пошел. Ой, скучища. Атакую. Будет сделано. Есть. Good day, baby. Какие будут приказы? Так, а что есть у Светланы? Есть обновление, но... Это, конечно, мало. Тогда отправим юг следом. Я на связи. Атакую. Что такое? Атакую. Матно. Сейчас получишь. Какие приказы? Ладно. Так, ну, в принципе, с этими они расправились, поэтому юг уже можно отправить сюда. И устанавливать динамит. А Светлана сюда, дальше на разведку. Вдруг мы наткнемся все-таки на Марсиан. Неужели тут одни роботы и Марсиан мы не увидим? Да, уж это обидно, конечно. Какие приказы? Так, тут почему-то идет пешком. Игом. Да, похоже, что-то дни... Роботы только тут. Мы еще попробуем пробежаться. Так, я тоже практически на месте. Так, а тут уже ведут огонь. Кто откуда? Непонятно. А кто тут жив? А, вот же прям к фигни. Атакую. Так, отлично, мы с ним быстренько расправились. Поставим два. А, нет. Тут мы, в принципе, поставим один динамит. Нет, бежим на крутие. Я на месте. Слушаю вас. Что дальше? Какие будут приказы? Действительно, вообще никого нет. Только робота. Ну ладно, давайте тогда уничтожим робота. Я на связи. Я на связи. Выхожу. Здесь. Ладно, ладно. Не буду и не просите. Я не все могу. Слушаю. А, как лично тут. Пути с собой. И идем уничтожать объект. А, вот и марсиане. Так. Вот такие вот они. Забавные. Но также могут быть смертоносными. Так, Светлану, значит, нам надо сюда быстренько. А Юлия как же долго бежать. Хотя, в принципе, давайте Ют воспользуйтесь своим главным оружием. И снайперка по ногам. И по рукам тоже. Так, он идет с гранатой к нам. Ют, беги. Граната пошла. Граната фактически не зацепила ее. Снова по ногам. Надо сломать ему ноги. Слушай вас. Здесь. Я пошел. Я готова. Иду. Я подождем. Вольно. Какая у них быстрая регенерация. Насколько у них жизни. Немало вроде бы. Ну, 125 в принципе. Немного, но немало. А все-таки. Так, ребят, давайте-ка побыстрее. Приказывайте. Еду. Какие приказы? Ой, скучища. Что дальше? Какие приказы? Что дальше? Слон уже почти на месте. Отлично. Слушаю вас. Уже иду. Без проблем. Больно? Ну, и думаю... Противник уничтожен. Что дальше? Будет сделано? Ближнее. Оружие ближнего боя. Это их слабость. Так. Отлично. Я на слезе. Меха вообще очень просто. Убить. Какие будут приказы? Что дальше? Будет. Я на месте. Какие приказы? Неужели только один марсианин был? Очень жарко. Что дальше? Что дальше? Вольно! В любом случае, это лучше, чем ничего. Чем одни только роботы. Приказывайте. Так. Что там было? По-моему, это были последние ленты. Ну, у нас еще есть анигилятор. Выхожу. Я на месте. Дайте, кстати, воспользуемся ними. Жду приказаний. Слушаю. Понятно? Что мне делать? Готов? Я на связи. Я хочу убить всех роботов, чтобы забрать труп марсианина. Ну, не тащить его вручную. И вообще опыта побольше получится. Да, выхожу. Приказывайте. Какие будут приказы? Я на связи. Боюсь, я не смогу это сделать. Выхожу, атакую уже вас. Выхожу. Ну и с помощью анигиляторов очень просто убить шагохода. Я готова. Иду. Конечно. Жду приказаний. Приказывайте. Контакт. Так, ну а там обычный граве робот. Которого с помощью пулемета будет попроще убить. Что дальше, командир? Иду. Что дальше? Хорошо, иду. Я на связи. Сделаю что что... Готов? Сейчас я его... Готов. Приказывайте. Приказывайте, атакую... Да? Да, конечно, пистолет сразу... Иду. Так, ну, все равно. В любом случае мы его забираем. Приказывайте. 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 Где наша Полина? Иду. Невозможно. Слушаю вас. Я на связи. Выхожу. Да? Атакую противника. Приказывайте. Идем другим путем. Это будет моя пара. Я так не могу. Я на связи. Противник мертв. Да. Это был последний. Отлично. Вот он, труп марсианина. Ух ты. Некий легкий меч. Ну, больше мы ничего не можем взять. Если только... Да. Больше ничего не можем взять. Но она нам и не к чему. Так, быстренько строим тут Виазон и кристаллы будут наши. Теперь мы можем исследовать анатомию марсиан. И марсианский пульт дистанционного управления. Ага. Этот пульт для марсиан, как для ретикулан, их предмет, с помощью которого они контролируют людей. Только марсиане контролируют наших роботов. Хорошо, что я своего робота близко не подводил. Да и в любом случае он почему-то не мог стрелять. Кстати, почему он не мог стрелять? Вот, вроде бы, есть. Вот, патроны завяжены. Потом попробуем еще раз, обязательно. Член вашей команды полностью здоров. Производство завершено. Можно атаковать новую территорию. Зато уничтожить объект, это неинтересно. Мне интересно будет допросить его. Так, ну и тут, как всегда, непрекращающаяся война. Три фракции сошлись в бой. Не на жизнь, а на смерть. Производство завершено. На расхопках мы проникли в компьютерную систему, где марсиане хранили огромное количество данных о своей цивилизации. Мы можем использовать эти данные в борьбе со зверолюдьми? Ммм, пока еще нет. Нам неизвестен язык марсиан. А на то, чтобы изучить его, нужно время. Мы приступили к анализу некоторых файлов, посвященных их астрономии или астрологии. Похоже, их можно понять даже без знания марсианского языка. Наших друзей с земли наверняка заинтересуют эти данные. Член вашей команды полностью здоров. Открыта новая технология. Ну вот, узнаем мы основы языка марсиан. В принципе, нам это вроде бы пока что ничего не дает. Давайте посмотрим. А, нет, вот. Астрономия марсиан. Да, для языка марсиан нам вроде бы как надо... Для языка марсиан нам надо допросить марсианина. Допросить марсианина, не зная его язык, чтобы узнать его язык. Звучит странно, но, в принципе, так это и работает в этой игре. Так, у нас следование... Так, у нас было завершено очень тяжелое оружие. Мы сможем начать некоторые новые проекты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты! Для производства некоторых предметов необходим определенный уровень сырья. Это... Круто! Хочу сразу же, без всяких разговоров. Давайте, Фе. Завыстил, и потом еще тоже кучу. Это будет просто бомба. Во всех смыслах, я уверен. Афинь. Кейс. Жаль, что больше ничего нет, но и этот смотрится достаточно круто. Ну-ка, давайте посмотрим. Тут должны быть ее характеристики, наверное. Нет. В любом случае, эта штука, она... Можно, вот, очень классно. Чтобы узнать, что можно на него... Может, ее даже можно... Нет, я уже не завершился. Ух ты, ракетомет можно оснастить гиростабилизатором. Круто. И гранд-помет тоже. Блин, мне нравится. А племет гатлинга тоже гиростабилизатор. Блин. Не хватает и инженеров, не хватает. Да, только инженеров и мастерских нам не хватает. Так, отлично, как раз инженерный транспорт движется к базе и построим кристалл. Так, суперкомпьютеры. Собственно, вот, нам становится доступным киберскафандр, боевая трели, передовое улучшение роботов. Ну, пока что это неинтересно. А что у нас там будет исследоваться? Компьютерное наведение. Не знаю. Пока что, в принципе, важно. Не особо, говорю, желаниями исследовать какие-то технологии в определенном порядке, потому что у нас и так хватает предметов, которые производить новых. Одни эти модули сами по себе долго производятся, и это уже много, как минимум неделя игрового времени. Отлично. Ну, на самом деле, да. Марсиан не так уж и мало территорий, как я думал. И это, в принципе, радует. И на самом деле, хотелось бы построить немножечко больше станций по треформированию, чем я, собственно, и займусь. Так, отлично. Смотрим. Почему? Неужели еще какое-то новое исследование? Давайте-ка проверим. Тяжелое оружие. Может быть, вот это? Давайте посмотрим, сколько он весит. 40 килограмм. Гатлин, сколько весит? 22 килограмма. Нет, по весу, я уверен, все окей, но... Так, а это что такое? Да, тяжелый сиро-мотор. Боится, не может использовать это снаряжение. Глубокое знание тяжелого оборудования. Не хотелось бы тратить, на самом деле, очки и обучение, но... Ну, давайте попробуем. Тем более, в принципе, хватает 7 очков. Да, тут 5. Ну, как раз вот, где она будет спецом по тяжелому вооружению. Сколько она у нас... Ох, 3 дня. Ну, ничего. Я думаю, она того будет стоить. Да, вот. Территория переходит с рук в руки. Все уничтожить объект меня просит. На марсианских землях. Нет, я не буду этого делать. Так, что там? Анатомия марсиана. Вот. Медленный метаполизм. Быстро передвигаются. Клоняются от пуль. Вот. Чувствительные к электромагнитным полям. Ага. И могут быть видимыми. Так, письменность марсиан. Нам нужен еще один артефакт. И суперкомпьютер. Может быть, действительно стал доступен. Да, вот суперкомпьютер мы можем строить на базе. И все, да? Да. Капнуть, как всегда, ничего нельзя. Так. Методы войны с марсианами. Пожалуй, да. Так. А еще один артефакт нам нужен. Нам надо построить еще дни раскопки. И биоритет. Опа. Где наш научный транспорт? Вот он. Вот. Построить сероформ станцию у нас в стране пиры. И потом построить раскопки. Отлично. Так. И у нас уже инженеры едут строить кристальную шахту. Так. Хорошо. Производство завершено. Можно атаковать новую территорию. Так. Ну, базу я выпиливать не собираюсь в марсианскую. Мы открыли и исследовали новую территорию. Да. И тут вот 4 территории зверолюдей. Для начала... В принципе, по ресурсам тут вообще еще полезного нет. Но можно было бы вот уничтожить эту штуку. Тем более я знаю, как ее очень просто уничтожить. Тогда у нас есть вот эта вот божественная ракетница. Мы просто берем и уничтожаем ее. Как бы это странно не звучало. Еще одна станция сероформирования. Посмотрим. 4% уже. Ни много, ни мало. Даже скорее мало, чем много, естественно. Я на связи. Выхожу. Ну и собственно мы берем нашего бойца. Давайте даже сделаем вот так. Что дальше, командир? Сделаю, что смогу. Атакую. Сделаю, что смогу. Подлый паук. Подлые пауки стреляют через стены. Вы это видели? Что дальше, командир? Атакую. Кто-то есть. Да. Блин. Читирские пауки. Прям такие я даже сказал. Что? Ладно. 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 Приказывайте. Сделаю, что смогу. Я на связи. Атакую. Что дальше, командир? Сделаю, что смогу. Ой, скучище. Отлично. Ну вот, собственно. Я пошел. И вся миссия. А теперь что? Что приказание? Ничего сложного. И врата уничтожены. Производство завершено. Чужие заняли соседнюю территорию. Член вашей команды полностью... Да. У нас зверолюди взамен потерянных врат заняли территорию. Плохо, но в принципе резонно. Так. Потом сразу же построим военную станцию и вывышим. Отлично. Кристаллы 3. Можем производить... Всепоглотители для войны с... Ретикуланами. И вот лазерные пушки. Очень хорошо. Как раз от лазерной пушки. Вот так вот. Штуки 4 сделаем. Ну, боеприпасы для них уже делаются. Вот так вот. И псипоглотители. Пожалуй, производство для меня важнее, чем наука. Сейчас, как я уже успел сказать. Значит, жизнеобеспечение скафандра не пригодится нам. И вот псипоглотители. Сколько будем? 4, думаю, вполне достаточно. Больше 4 людей бессмысленно отправлять бороться с этим. Вот, ваше завершено. Открыто новое технологии. Так, новая технология компьютерного наведения. Мы можем производить... Собственно, вот, систему наведения, которая увеличивает точность перицельной стрельбы и стрельбы на вскидку. Очень полезная штука, особенно для новичков. Собственно, сразу же ее улучшаем. Ну, и тут, пожалуй, тоже улучшим. Ну, да, у марсиан достаточно неплохие владения. Вот, как минимум, мы видим 5 территорий, а тут еще, возможно, они тоже есть. И тут вот неизвестно, что творится. Тут, собственно, могут на самом деле пересекаться все 4 расы. Собственно, зверолюди с их главной базой, марсиане с их главной базой, ретикулане и экспедиция. Эта часть марса для нас пока недоступна, но пока. Вот, кстати, тоже можем уничтожить. Но нам не хватит ракет. Это мы будем исправлять. Вот. Стабилизатор тяжелой брони. А я использовал что? Сервомоторы. Ну-ка, давайте-ка исправим это. Я что-то не понимаю. Кстати, почему? Вот, анатомия марсиан курс открывается. Но ее мы учить не будем, потому что с марсианами мы будем дружить. Не скоро, конечно, но желательно поскорее. Так. Собственно, это странно. Вот у нас тяжелый стабилизатор брони. Мощно тяжелое оружие. Вот он. И все равно нельзя. Может быть... Может быть... Может быть, он еще не работает. Я не знаю, в самом деле. Почему его нельзя? Жаль, жаль. Это было бы очень круто. Ну, что я постараюсь узнать насчет этой штуки. Можно атаковать новую территорию. Станция улучшена. Так. Если будет задание по захвату... Не, только уничтожить всех врагов. Жаль. Построена новая станция. Производство завершено. На нашу территорию вторглись захватчики. Ну, и вот зверолюди нападают на нас. Как всегда. Тут я не строю ракетные станции. Только потому, что я в скором времени уничтожу вот это вот. Вот эти вот. Точнее, уничтожить зверолюдей на этих территориях. И займу их. Хоть тут и нет ресурсов практически. Но все равно. И тут наша задача уничтожить одного врага. Давайте посмотрим. Вот, пожалуй. Это мне подойдет. Давайте я попробую взять его в рюкзак на миссию. Вдруг что-нибудь да получится. А на всякий случай возьму плюк. Если не получится, естественно. Так. В остальном у нас все в порядке, да? Да. Ну, и можно робота даже сюда закинуть с пулеметом. Я думаю, будет неплохо смотреть. Вот. Аудиосенсор улучшенный воткнем, чтобы лучше слышал. Так, вот. Ну, видим. Вот мы берем два пулемета. Соответственно, две пулеметные ленты тоже берутся. За каждый клик по две ленты. Для каждого оружия. Ну, и дождемся дня. Хотя, мы можем даже не ждать дня. Мы можем... У нас достаточно уже ПНВ. Вроде бы, да. Вот еще три. Раз. Два. Лучше не Диего дадим, а Светлане. И роботу воткнем не аудиосенсор, а видеосенсор. Вот. Ну, и полетели. Там уже, конечно, немножко до дня оставалось. Ну, ничего. Ночью тоже повоюем. Так. Ну, и давайте сразу попробуем все-таки Гарольду эту штуку. Не может. Ну, я не знаю, что делать, на самом деле. Может быть, действительно подождем, пока Диего обучится, Денин, точнее, обучится второй степени тяжелого оружия, и тогда уже что-то можно будет сделать. Ну, а пока что вот у нас сразу же... Ух ты, МТАР. Вот мы его видим чем. Инфракрасный, или это ночной? Похоже, ночной. Индии. Не, да. Жду приказаний. Так. Готов? Хорошо, я иду. Слушаю вас. Он век может сидеть. Что мне делать? Сиромотор позвольте. Так, выводим дюйм на позицию. Смотрим прикрытие. Дима в запасе. Так, ну и робота мы передал его. ХП позволяет линковаться. Готов? Хорошо, иду. Я на связи. А теперь что? Что дальше? По многам. Что дальше? Там кто-то есть. Там еще, естественно, кто-то есть. Какие приказы? Противник где-то здесь. Противник где-то здесь. Так, а тут мы уже кого-то замечаем в инфровидении. Вождя. Давайте посмотрим. Очень мне нравится, как в инфровидении работает тут эта система. Вот, даже вот эти вот лампы светятся. Они теплые. Так, ага. Что мы делаем? Матриарх достаточно быстро встанет, но эти ребята тоже опасные, поэтому попробуем с Светланой добить их. Робби попробует танковать. Так, подведем юг поближе, чтобы она тоже стреляла. Ну, видимо, в укрытие. Так, посмотрим, что у нас получится. Вот еще один божц. Немало. Ой-ой-ой, ваш капитан с этими пушками. Очень опасно. Так, вот тут бы эта штука нам пригодилась как никогда. Использовать сорокипанат в таком положении. В принципе, вот. Сделаю что-то, что дальше? Я его снил. Несомнен, работать надо по фокусу, Дима, уведем. Его могут покусить. Так, Ют, еще один выстрел по ногам. Слушай вас. Светлана вернется. Да, робота убьют достаточно быстро, если ничего с этим не поделать. Ну, ракета уже пошла. Сейчас я его... Приказывайте. Я подогнем. Достаточно вроде как неплохо она зашла. Да, капитана полегли, но у вождей остались. И... Наш Робби в большой опасности. Так, Ют попадает в матриарху по ногам. Теперь этого вождя с ног сбить надо. Отлично. Светлана двоевает. Следующий. Отлично. Еще один капитан. Точнее, вождь лежит. Теперь не дать макарху подняться. Так, Робби выжил, отлично. Отлично. Еще минус один капитан. Следующий. Вождь лег. Хорошо. Так, дальше капитан на очереди. Так, Ют будет держать этого вождя на свинку. Так. Отлично. Еще один капитан готов. Ну и последний вождь. Слушаю вас. Ладно. Будет сделано. Атакую. Так. Так, к нам подходит с другой стороны. Устанавливать Робби некому, поэтому будем справляться со своими силами. Так, кто это там у вас? Непонятно. Давайте-ка чекнем. Идет кто там. Заодно и с ног с огнем, если получится. У нее нет. Кем-то надо отступить. Так, Светлана сюда на помощь. Позором забраться. Ладно. Ладно, ладно. Сейчас получится. Так, кто там у нас? Еще один макияр. Ют придется стрелять. Да, нет такой позиции, чтобы нам... Ладно, временно стебя отстебляют туда. Ну ладно, попробуем сейчас вырулить. Я думаю, это у нас получится. Идем гаральдейс под огня. Так, ну тут макиярх уже встать не должен. Поэтому битвы вводим на новую позицию и сбиваем этого макиярха тоже с ног. Может уже не встанет, собственно, все. Хорошо, иду. Выхожу. Ай-яй-яй-яй, нет, нет, нет. Приказывайте. Хорошо, иду. Фатальная ошибка допущена. Так, отлично. Ну, огонь перенесен на Юта, значит, Робер в относительной безопасности. Так, ну тут, ну, только макияр. Тут еще и вождь. Ох, как все не круто. Давай, живи-то, стреляй, сбивай ее с ног, ну. О-о-о. Да, ничего не вышло. Так, и теперь... Аж бравый медик должен что-то с этим сделать. Приказывайте. Слушаю вас. Готов? Хорошо, иду. Я на связи. Иду. Нет. Все так хорошо начиналось. Приказывайте. Ладно. Агромы с ним убрали, но все равно с ним еще очень опасно. По матриарху очень сложно попасть. Не знаю, чем это обусловлено, но... Это так. И тут нам... Нас должна выращивать ракетница. За 4 секунды я справиться должен. Ну, и сколько это. Будет нелегко. Лечи ее. Я вам что, волшебник? А куда гнем? Ладно, я на связи. Приказывайте. Я бросил вас. Пошел вон. Че? Ммм, да. Я пошел. Что-то все не круто. Видимо, даже не может вылечить. Ракета. Сейчас должен назвать ракет. Какие приказы? Будет сделано. Контакт. Видком очень много. Так, отлично. Еще одна ракета пойдет. Огонь, да. Почему? Закончились ракеты. Есть одно еще. Если она упадет с ног, все будет очень хорошо. Да, отлично. Ну, Дима, давай. Вперед. Оп. Вылечил Ют. Дальше все должно быть лучше, но... Дарольду. Я на связи. Вон, надо отойти. Чем дальше, тем лучше. Так, вторая ракета от Диего. А он сейчас умрет от... Да. Поломки скафандов. Да или от выстрела. Неважно. Суть в том, что их тут слишком много, и они слишком сильные. А что это за рудник у нас? Давайте посмотрим, потому что... Так. Кристаллы. Нельзя терять кристаллы. Так что, в принципе, давайте эту миссию я пройду уже в следующей серии. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Герка. Всем удачи. Всем пока.